Пролетели новогодние рождественские праздники. На автомобильных трассах снова аншлаг. Значит, настал новый трудовой год. Однако для работников соцзащиты праздники не заканчиваются. Поздравлять заслуженных граждан нашего района – это ли не праздник? Ведь, как известно, подарки приятнее дарить, чем получать. Уже стала хорошей, доброй традицией честовать юбиляров, начиная с 90-летнего возраста, участников войны с юбилейными датами рождения. И в этом году традиция эта будет продолжена. Запланировано у нас поздравление 147 юбиляров. Вообще у нас проживают в районе, их осталось совсем немножко, 105 человек. Мы поздравляем, помимо того, что участников, инвалидов войны, вдов участников войны и тружеников тыла. В минувшем году наша съемочная группа вместе с Еленой Гусевой была в гостях у таких заслуженных ветеранов войны и труда, как Анна Талызина и Антонина Морозова. Новый год – юбилей не для еще одного героя войны. Сегодня мы приехали в совхоз имени Ленина поздравить с 95-летним юбилеем Ендрикову Анну Дмитриевну, участника Великой Отечественной войны. Не поздравить с этой круглой датой такого выдающегося человека не смогли и сотрудники сельского поселения совхоза имени Ленина, и представителей Совета ветеранов. Ой, радость моя. Я вас поздравляю с юбилеем, чтобы все было хорошо, хорошо, хорошо. Мы тоже присоединяемся к поздравлениям главы. Держите от нас цветочки. Вот чьи выступления. От подняла. К поздравлению присоединились также глава Ленинского района Олег Хромов и президент Российской Федерации Владимир Путин, приславший поздравительные письма. Я ведь не достойна такой чести. Анна Дмитриевна Ендрикова – человек очень скромный, но кто, как не она, достойна глубокого уважения и внимания. В 1942 году 20-летней девочкой она служила в Мурманске в военном морском госпитале. Ей всего 20 лет было, когда она попала в госпиталь. Это уже человек, который понимал, что это такое, он знал, что такое война сама, какая-то часть прошла ее. И в связи с этим она и с мужем там встретилась, у них была любовь своя, все так в жизни сложилось. Она в последнее время даже ко мне в Золотую Озень ее привозили на колясочке, и она всегда рассказывала, что, как она работала в Мурманске, как их там привозили ребят, какие там были, как немцы вообще уничтожали морских всех ребят, которые на море служили, те, которые корабли, как уничтожали все. Вот этот большой такой необычный для женщины военный вот эти годы ее были. Но, несмотря на пережитое, Анна Дмитриевна продолжает оставаться добрым и светлым человеком. И даже если иногда хочется приуныть, она себе не позволяет, ведь этот человек суровой морской закалки. Я только делаю людям добро, чтобы все были счастливы. Живу, держусь. Это морской термин. Характер морской. Моряк не плачет, не теряет духа никогда. Она много повидала на своем веку, но кроме трудностей в жизни были и яркие страницы. После войны трудилась в совхозе имени Ленина. Такие люди всегда в строю, ведь они твердо знают – надо. Илья Кремнев, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.